Здесь представлены древнейшие духовные грамоты, хранящиеся в собрании Российского государственного архива древних актов. Для российской истории князь Александр Ярославич, прозванный Невским, является, несомненно, знаковой фигурой. Он принадлежит к числу тех великих людей, чья деятельность не просто оказала влияние на судьбы страны и народа, но во многом изменила их, предопределила ход русской истории на столетия вперед. Образ князя Александра Ярославича пережил века и является, пожалуй, одним из главных символов нашего Отечества. Убедительно и правдиво звучат поистине библейские слова, вложенные в уста князя Сергеем Изенштейном, «Кто с мечом к нам пойдет, от меча и погибнет». И это хрестоматийное предупреждение звучит вполне актуально и в наши дни. Историко-документальная выставка «Александр Невский и его образ в исторической памяти» посвящена 800-летию со дня рождения святого боговерного князя Александра Невского. В экспозиции впервые представлены уникальные летописные свидетельства о жизни и трудах князя, подлинные архивные документы, гравюры, иконы, орденские знаки, а также фото и кинодокументы, рассказывающие о личности и деятельности князя. Впервые посетители смогут увидеть и найденную при вскрытии гробницы в 1917 году уникальную записку. Среди вот этих современных документов, обратите внимание, находится небольшой плачок бумаги конца 17 века с записью о собранном после пожара, после очередного пожара Владимире, в Владимирском рождественском монастыре, мощах Александра Невского. В советское время Александра Невского преподносили как мудрого полководца, правителя, стоявшего у истоков нашей государственности, при этом забывая, что великий князь был еще и христианином. Известно, что в конце жизни святой князь принял монашество. Позднее он был канонизирован в лике чудотворцев и почитался на протяжении всей истории России. В его честь строили храмы и возводили памятники. Вот его замечательные слова «не в силе Бога, а в правде» это говорит о его душе, о его жизни, о его миропонимании. Тогда стоял перед князем Александром Невским выбор быть в дружбе с Западом, но уступить Западу, который требовал принять католичество, или с Золотой Ордой оплатить им нужную дань, но сохранить веру. И он избрал дружбу с Золотой Ордой. И он много сделал для укрепления христианства на нашей земле. Он строил монастыри и храмы. Он договорился с Ордынским ханом открыть в центре Золотой Орды, в Сараеве, епархию. То есть, чтобы там был епископ. Именно по повелению Петра Великого мощи святого Александра Невского были торжественно перенесены в Александр Невский монастырь. Обращение Петра Первого к образу князя-воина было связано с длительной Северной войной, завершившейся 300 лет назад нештатским миром и провозглашением Российской империи. И Петру Великому принадлежит великая миссия продолжения этого, перенесения его мощей, почитания, учреждения Ордена, который он задумал и его потом уже преемница Екатерина Первая учредила. Это память, которая сохранялась, потому что человек, который ее сотворил, абсолютно уникален. Он уникален еще и потому, что он не только князь российских земель, он еще и великий князь Киевский. Об этом тоже не надо забывать. Фактически он объединял различные территории нашей великой единой страны вместе. Он заботился об этом. Увидеть экспозицию в выставочном зале федеральных государственных архивов любой желающий может до середины ноября. Служба информации фонда «История Отечества». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова